ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Здравствуйте! Он от Давида Марковича. А Давид Маркович у нас кто? Так и я. А, я понимаю, да. Поздравляю вас, поздравляю, поздравляю. Я навел о вас справки. Да. Сказали, что вы таки неплохой доктор, который разбирается вот в этих округлостях. И что ни один уважающий себя одессит не выбрался на свободу без вашего участия. И что у вас такие золотые руки, в которые дети сами выскакивают. Спасибо, конечно. Но что вы, собственно, хотели? Я бы хотел представлять интерес этого молодого человека при его появлении на свет. Что? Обсудить цену выхода. Что вы от нас хотите? Я? Подождите, это же вы хотите рожать? Я? Мне это не надо, спасибо. Я имею в виду ваша жена. Ну, возможно. Но если что, целечко потерпите. Да, нет. И? Ну, ладно, ладно. Вы хотите в этом участвовать? В таком случае, я мою часть работы уже сделаю. Давайте вы сделаете вашу и по рукам. Слушайте, я что-то вообще перестал понимать, что происходит. Давайте мы вот любезности отбросим. И вообще, вы собираетесь у нас рожать? Возможно. Так, ну вот, смотрите. Значит, обычные роды у нас стоят. Это дорого. Подождите, я еще не назвал цену. Я уже вижу по вашим этим глазкам, что это дорого. Послушайте, у нас стандартная цена. А у меня нестандартный ребенок. Скажите, у вас есть какие-то скидки, акции? Какие акции? Ну, например, рожаешь одного, второго в подарок. Или два по цене одного? Нет. Возможно, у вас есть акция «Счастливые часы». С трех до шести я могу подгадать. Нет у нас таких акций. Ну, хорошо. А есть вот «Проведи друга и получи 20% скидки». А у вас что, есть беременный друг? Нет, но мы с телечкой можем развестись и остаться друзьями. Хватит. Послушайте, нет, нет, и еще раз, нет, все. Ладно, бартер. Как вы себе это представляете? Вы нам сдаете ребенка, а мы вам сдаем домик у моря. И на сколько вы мне сдадите домик? Вот это уже разговор. Смотрите, я предлагаю все по-честному. Силочка будет у вас рожать, ну, максимум... Пять. Три часа. Поэтому пять минус три. Бог с ним. Домик у моря на час. Нет, спасибо, мне не нужен домик у моря на час. Все. Вы не знаете, от чего вы отказываетесь. Силочка, вы еще не выкинули эту тюльку от прошлых постояльцев? Конечно, нет. Завтрак включен. Знаете что, а давайте мы вот этот разговор закончим. Так сказать, обрубим его и все. Вот как бы не было. Кстати, насчет этого. Мы можем рассчитывать хотя бы на бесплатное обрезание. Мы бесплатно обрезаем только пуповину. Вам сложно два раза чикнуть. Годик, давай я поговорю. Давай. Доктор, вы такой симпатичный, такой интеллигентный, такой интересный мужчина. Слушайте, вы думаете, я не понимаю, что вы это все говорите только ради того, чтобы получить скидку? Боже мой! Вы еще такой умный и проницательный. Так, послушайте, у меня нет времени. У меня там в родильном отделении ждет женщина, она должна рожать, понимаете? О, а давайте с этой женщиной родим в складчину. Значит так, смотрите, женщина будет рожать отдельно, вы отдельно, в смысле вы, отдельно, все. Ладно, ладно, называйте эту вашу баснословную сумму. Отлично. Значит так, слушайте, обычные роды... Ой. У нас стоят... Ага. От тысячи долларов. Доктор, вы видите, роды еще не начались, какие они уже тяжелые. Послушайте, эта цена только за роды, еще надо будет доплатить за медикаменты и палату. Все, все. Алло, полиция, меня грабят. Где в роддоме? Говорите ваш адрес. Слушайте, я же видел, что вы даже кнопку не нажали. И вообще, если хотите бесплатные роды, рожайте по скорой. Это первое, что я ей предложил. Студик, хватит. Третьего ребенка я хочу родить нормально в роддоме, ни в скорой, ни в синагоге. Ну, вот мне эти женские капризы. Ладно, говорите, по какому курсу вы считаете? Ну, по обычному курсу, по тому, который сейчас. Это не честно. Мы его начинали 9 месяцев назад. А тогда курс был совершенно другой. Ну, правда. Вы видели, как они взвинтили доллар? Такое ощущение, что они знали, что нам нужно рожать. Так, послушайте. Вот мне кажется, вам нужно вот туда отойти куда-нибудь, да, и подумать, вы хотите у нас рожать или нет? И все. Все, доктор, я уже придумал. Сейчас, целочка, сейчас. Доктор, у меня уже есть пару этих ребенков. Скажите, можно одного вернуть? Что значит вернуть? Ну, он мне не очень. А это весь в маму и еною пошел. Ну, такой наглый мальчик, фу. Я чуть не понимаю, вы хотите старого ребенка поменять на нового? Нельзя? Нет. Ну, давайте на гараж. Кстати, доктор, если я буду присутствовать в народах, это выйдет дешевле, я могу ассистировать. Вы знаете, если вы будете присутствовать в народах, и ребенок так выглянет и посмотрит, и поймет, какой у него отец жлоб, он вообще вылазить не захочет. Ну, скажите, мы хоть как-то можем уменьшить эту сумму? Вот интересно, как? Ну, мы можем сэкономить на прививках. Они у нас бесплатные. В таком случае мы увеличиваем дозу. А чего вы делаете прививки? Стандартные. Коклюш, дифтерия, столбняк. Ммм, это болезни? Я думал, это красивые молдавские имена. Вы понимаете, что я сейчас от вас рожу? Вот, а вы сами с себя деньги тоже будете брать? Доктор, поймите, у меня нет гарантий. Какие гарантии? На случай тяжелых родов? На случай, если ребенок вдруг мне не понравится. Вот я смогу его вернуть в течение двух недель? Нет. Вот, значит, чеки вы не выдаете. Ах. Послушайте, в Одессе много роддомов. Не нравится наш, идите рожать в другой. Да нам нравится. Мне не нравится, как вы заговорили. То есть вы не хотите, чтобы на ваш роддом была прибита табличка. Здесь родился величайший из великих Изят Давидович Робинштейн. У вас? С чего вы взяли, что у вас родится гений? Не знаю, табличку я уже сделал. А переделывать очень дорого. Я понял. Значит так, смотрите. Вот, я вам пишу. Вот это вот цена за все. Ой, правда говорят. Жадность фраера сгубила. Вы о чем? Один раз сэкономил на контрацептивах, и теперь столько расходов. Додик, третий раз. Не, не напоминайте. О, а давайте вы примите роды по скайпу. Что? А шо? Это очень удобно. Вот я недавно праздновал день рождения и позвал гостей. Вроде бы и гости у нас окушивают самим себя. Додик, а давай ты и деток будешь ждать по скайпу. Послушайте, мы ведь умные люди, правильно? Мы, да. Вот. Мне кажется, что если денег нет, то их можно что? Одолжить. Правильно. Вот. Одолжите мне тысячу. Я имел в виду, чтобы одолжить у ваших друзей, понимаете? А, ну тоже вариант. Хорошо. Я позвоню сейчас другу Яше, у него этих денег. Ой. Берите, уже идут годки. А почему я? Ну вам же нужны деньги. Вы одолживаете. Зачем вам последний? Отключить телефон. Вы знаете, мне кажется, мадам, с вами будет проще договориться. Давайте с вами обсудим ваши роды. Давайте. А что их обсуждать? Давайте я уже рожу, побегу доделывать домашние дела. Не спешите. Давайте хотя бы УЗИ ваши посмотрим. Мы не делали УЗИ. Во-первых, это дорого. Во-вторых, мы уверены, что у нас будет мальчик. А если девочка? Это его проблема. Додик, если ты очень в темпе не решишь этот вопрос, я позвоню твоей маме, чтобы она родила тебя обратно. А если моя мама узнает, что я за какого-то маленького сморщенного ребенка отдал тысячу долларов, она сама от меня откажется. Ай, доктор, делайте что-то. Да что же. Ах, давайте пятьсот. Нет, не выйдет. Выйдет. Не выйдет. Выйдет. Не выйдет. Выходит. А? Вы что, хотите, чтобы она родилась здесь, в кабинете? Меня это устраивает. А проблемы будут у вас? Что вы делаете? Ой, смотрите, женщина рожает, а врач стоит, ничего не делает. Ай-яй-яй. Да ладно, хрен с вами пятьсот. А сколько вы говорите, триста? Да хрен с ним триста. А, вот ваша сотка и по рукам. Так это сто гривен. Я это имел в виду. Ладно. Есть. Отлично. Видеозапись нашего договора у меня есть. Мы к вам придем рожать ровно через девять месяцев. А это вам для поднятия настроения, доктор. Кстати, шарик не бесплатный. Он сто гривен стоит. Ну что, телечки. За роды мы уже договорились. Осталось прийти в детский садик, в школу и в институт. Идемте. Спасибо вам. Спасибо. Бизель-шоу. Слушай, ты, наверное, присядь. А то нам во дворе придется асфальт новый стелить. Куда сегодня собрались? Да, вот в ресторан хотим пойти. А, ну такой себе повод. Да нет, у нас сегодня вторая годовщина свадьбы. Бумажная. Вот я ей подарочек своими руками сделал. А, круто. А следующая годовщина как называется? Кожаная. А, вот что-нибудь из кожи уже начинай готовить. Мы тоже в ресторан идем. Да? Да, сегодня повод у нас классный. День рождения, как назло, у нее. А, мы во французский, а вы куда? О, мы в круглосуточный. Ну, чтобы не опоздать. Кстати, надо поторопить ее. Викуся! Не-не-не-не, так не надо делать. Я так когда-то сделал, чуть до развода не дошло. Лучше тихонечко подождать. Женя! А какое мне платье надеть? Синее или желтое? Желтое. Тогда я надену синее, а желтое закажу. Вот женщины. Вот мы, мужики, одеваемся. Да, у меня вообще пофиг, в чем ходить. Вот смотри, у меня один носок черный. Видал? Зимний. А второй, он какой-то... Хрен его знает. Какой-то серый, блин. Какой-то растянутый. Короче, не важно. В чем, вот что одел, то одел. Ну да. Кстати, дернешь писяшку? О, нет-нет-нет. Спасибо, мне еще за руль. Ты что, она через три часа выветрится. Каких три часа? Я надеюсь, она быстрее выйдет, а наше платье уже выбрала? Вот ты наивный, это капец. Я вот все время, зная эту ситуацию, такси вызываю, и все, и погнали на такси. Да? Да. Ну, наверное, вы правы. На такси даже дешевле получится. А то бензин сейчас дорогой, мы пока едем, три раза возвращаемся. То за духами, то за помадой, то за... Выключить утюг. Я извиняюсь. Ой. Просто второй час уже прошел, продлевать будете? Я про вас забыл. Да, да, конечно. Так, вот, пожалуйста. Так. Спасибо. Вот работенка у вас, конечно, сегодня, да? Да, кстати, реально, непростой денек. Смартфон сел, сканворды я уже все разгадал. Радио в машине не фуречит. Один диск Козловского заебест. Так, а долго еще? Сейчас узнаю. Бекусь, ты долго там еще? Уже почти. Уже почти. Ну, окей, я тогда через час подойду. Да, да, не вопрос. А вы зачем такси так рано вызвали? Вы понимаешь, в лифт уже зашли, я только на кнопочку нажимать, а жена вдруг на чулках стрелку заметила. Говорит, все, я бегу переодеваться. А такси-то я уже вызвал. Понимаешь? Я извиняюсь. А можно еще сигаретку стрельнуть? А то у меня вторая пачка закончилась. Да, конечно. Можно и две? Слушайте, берите, наверное, пачку всю. Берите ее. То есть мы не скоро еще, да? Да, и вон, всем отполузкаете. О, спасибо. Так, а мне бы это, на Кристины сегодня. Я просто вчера одного мужика тоже вот так вот ждал, пока ждал, так подружились, он мне предложил кумом стать. Так что, успею на Кристины, нет? Саша! Ты не видел мой второй чулок серого цвета? Не, не видел, потерялся, наверное, где-то. Так, выходи так, на улице жарко, правильно? Я еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Пойду диск какой-нибудь еще куплю. Слушай, я, наверное, знаешь что, перекушу. Вы же в ресторан собрались. Да когда это будет? Ой, а я вот раньше нервничал-то, когда ждал. А потом подумал, да что его нервничать-то, а? Вот теперь жду. Она меня даже в телефоне переименовала как Хатико. Прикольно. А моя меня называет Ждун. Ждун-бздун. Ян, ты скоро там, я уже кушать хочу. Вот это ты зря сейчас сляпнул. Вот не надо было. Хатик, сейчас я быстренько что-нибудь тебе приготовлю. Не надо, не надо, я перехотел уже. Так ты определись, хочешь, не хочешь, блин, задолбал. Ну все, ты достал ее. На, пей, ты уже никуда не едешь. Я сейчас все исправлю, у меня к ней подход особый. Котеночек, выходи скорее. Я тебя так люблю, я так соскучился. Тебя ждут внизу миллион моих поцелуйчиков. Слышь ты, гамакотик. Я ей сейчас пущусь, ты вообще больше никого в жизни поцеловать не сможешь. Никогда, понял? Извините, наверное, квартира ошибся. Залипает что-то кнопка. Вот сразу видно, что ты молодой еще. Два года это, фу. Вот я 10 лет живу с ней. Смотри, учись. Викуська! А, тут во дворе молоко по рубль 20 продают. Где? Где? О, красотка, супер, молодец, собрала. Все, пойдем. Ты что, меня разыграл? Что разыграл сразу? Отлично выглядишь. Ну, скажем, что это стиль, что попало. Голове у тебя, что попало? А мне еще пять минуточек надо. Бегу, бегу. Добрый день, добрый день. 56-я квартира в этом подъезде. Да, это наша. Доставка желтого платья, вот, пожалуйста. Давайте я передам. Распишитесь для начала. Да, конечно. Спасибо, спасибо. Яна, платье приехала! Вот что в этом платье есть такого, чего нет в точно таких же 30 платьях, которые висят у меня в шкафу? Ну тебе же ясно сказали. Оно желтое. Слышь, вы, гомосеки, я им пять минут даю свалить отсюда, а то я за себя не ручаюсь, у меня мусорный пакет, знаешь, тяжелый какой. Слышь, сосед, ты, наверное, свое платье убери, ну, не свое, а жены, ну, короче, убери его куда-нибудь. Яна! Ой, зайка! Да-да-да, желтое платье. Пять минут. Капец. Да ладно, не может быть. Дорогая, ты куда? В ресторан. А я? А ты, а ты и дальше подбирай бабочку к носкам и запонки в цвет трусов. Ох, какая женщина. Да, мне б такую. Ой, кому я объясняю, периферия. Капец. Слышь, сосед, а может, давай с тобой вместе мотнем в ресторан, а? Вдвоем, что ли? Ну да, вначале в твой французский, потом в мой круглосуточный. Вернемся и будем их здесь ждать. Красава придумал, поехали. Поймали. Пьемся. Поехали. Че, гомосейки уже в ресторан собрались? Правильно, валите отсюда. Не позорьте двор наш образцовый. Саша! А? Я почти все. Почти. Слышал? Почти. Ага. Викуся! Утюг! Ой, точно, спасибо! Газ! Ой, ага, ага! Воду перекрой! Ой, точно, ага! Утюг! Утюг уже был. Ой, спасибо, утюг, точно, бегу! О, видал? Я тебе так скажу, единственное место, куда женщины никогда не опаздывают, это ЗАГС. Интересно, почему? Потому что они туда с 12 лет собираются. Ой, ааа, спорим моя. Ты че, я свое знаю. По-любому твоя. Ой, Женечка, зайка, прости, пожалуйста, ты разождался. Да что ты, два часа, это как пять минут пролетело. Офигеть, я всего 50 грамм бискаря ляпнула, у меня уже в глазах двоится. Я на минуту! Блин, сосед! Все, валим в ресторан. Эй, таксист, мы едем? Погнали! Давай, поехали! Дизель-шоу Добрый вечер, это Дизель-шоу, мы начинаем! Ну что ж, хочу прочитать эпиграф. Отец пяти дочерей плачет, когда читает им на ночь сказку «И было у отца три сына». Итак, всем мужчинам, которые мечтают о рождении сына, посвящается. Смотрим. Вика, 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 Вика... Что Вика, 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 Вика? Нам нужно сделать все заново. Об этом надо было думать семь месяцев назад. Я не об этом. Нужно выйти из поликлиники и снова зайти. Ты издеваешься? Да я еле доползла до этого шестого этажа с этим пузом. Ты хочешь, чтобы я спустилась, потом снова забралась? Просто ты зашла с правой ноги, а в здание нужно заходить с левой. А какая разница? Огромная разница. Примета такая. Если женщина заходит с левой ноги, то обязательно будет мальчик. Это ж первое УЗИ. Давайте вернемся. А давайте ты отстанешь от меня. Девочки, скажите, как я хочу мальчика. Пап, мы это уже поняли. Каратист, футболист, боксер. Это случайно получилось? Да, а имена ты нам тоже случайно выбрал? Женя, Саша, Валера. А в коляске вообще Вася. Не Вася, а Василиса. В честь Василия верост... Ой. Короче, вы не понимаете. Мальчик, это продолжение рода. Это продолжение моей фамилии. Женечка, мне кажется, мир ничего не потеряет, если исчезнет фамилия Жапанько. Так. Ой, кого я вижу? Жапаньки. Ой, полном составе. Ой, рад, рад за вас. Я так понимаю, решили прям собрать всю женскую сборную по волейболу, да? Очень смешно. Евгений Михайлович, а Вас я вообще удивлен видеть? В смысле, почему? Ну, в прошлый раз, когда вы узнали, что у вас снова будет девочка, вы же и из окна стиганули. Ну, в этот раз не переживайте, все будет хорошо. Вы тоже уверены, что будет мальчик? Нет, мы на окна решетки поставили. Ой, Жапаньки, Жапаньки. Так, ладно, это, сейчас у меня пара на прием, потом на УЗИ вы следующий, да? Хорошо. Жапаньки. Да. Да. Это ж, если мальчик родится, Жапанько, это ж, боже мой. Ой. Да, 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 да. Наверное, я посижу. Стой, 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 стой. Ну, секундочку. Солома, 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 солома. Какое солома? Жень, ты издеваешься? Это примета. Я что тебе, квочка, что ли? Это примета такая. Если женщина посидит на соломе, то может родиться мальчик. Если я сейчас посижу на этой соломе, ты месяц посидишь на диете из этой соломы. Девочки, ну, вы, вы из-за мальчика. Пап, а он будет, как ты, по всей квартире свои носки разбрасывать? Нет. А на рыбалку нос таскать по выходным? Нет, конечно. А футбол вместо мультиков включать? Нет, он будет вас защищать. Пап, зачем нас защищать? У меня коричневый пояс по карате. А Саша уже даже тебя бьет. Да это я поддался один раз. Ну, Вик, ну, скажи, ну, ты хотя бы... За мальчика. Женечка, меня устраивает, что в нашей семье только один человек не попадает в унитаз. Дай мне попить. Дай мне йогурта. Нет, 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 нет. Йогурт тебе нельзя. Ну, просто от молочки, может быть, девочка, ну, молоко там. Что ты предлагаешь мне пить? Пиво. Ты что, вообще больной? Я беременная. Дай мне йогурт, говорю. Ладно, ладно. На. На йогурт. Спасибо. Женя, это же пиво. Чтоб родился мальчик, просто чтоб мальчик. Мы сейчас с папой поговорим, а вы пока посидите. Женя. Что? Мне это надоело. Что? Вот эти вот твои приметы, сабобоны. О чем ты говоришь? Да о том, что я полгода сплю под подушкой с этими гвоздями и топорами. И меня раздражает, когда при сексе ты держишь в руке дрель. Ву-ву. Просто от мужского инструмента энергетика может передаться. Я и так пошла тебе навстречу. Мы зачинали этого ребенка в гараже. Видите ли, на холоде будет мальчик. Это не я придумал, это научный факт. А чего мы полчаса искали, где север? Женщина должна лежать строго головой на север. Я была голая. Там было минус 10, там везде был север. Но сработало же. Тебе приснилась рыба. А рыба это к мальчику. А что мне еще должно было присниться, если ты под подушку положил мне селедку? Ай. Я должен был сделать все, чтобы родился мальчик, понимаешь? Ой, ты бы еще с бубном танцы бы устроил. Я не знал, Вика, что ты настолько веришь в приметы, как я. Девочки, разбираем бубны. Ты что... Давайте. Жень! Ам... 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 Так, а ну хватит, хватит, прекратили все. А то сейчас кто-то родит. Вика, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, у меня одна просьба к тебе. Еще? Последняя... Последняя просьба. Зайдешь в кабинет, матюкнись. Я попытаюсь, но не так, что у меня получится. Ну, просто если женщина ругается матом, то обязательно пацан родился, понимаешь? А если мне еще хочется матюкаться? Я это предусмотрел. Вот, подержи. Что это? Это платежка за газ за этот месяц. Ох, ниху... Тихо. Придержите золотые слова. Дорогая. Какая приятная неожиданность. УЗИ показала девочку. Хотя по всем приметам был мальчик. Я такой счастливый, она будет красивая, как ты. Поздравляю. Спасибо. Вика, идем домой. Что значит идем домой? Моя очередь, я пошла. Мы не будем делать, УЗИ. Почему? Я все понял. Они этим ультразвуком у мальчиков все важное отсекают. Не говори глупости, Женя, я пошла. Вика, стой. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Идем, идем. Нам только узнать. Подождите, нам только узнать, мальчик или девочка. У нас важнее, у нас узнать мой или не мой. Вот, на тебе. Это моя фотография детская. Сейчас будем сравнивать. Пошли. Пошли. Давай. Видишь, Женечка, а у людей совершенно другие проблемы. А может, эти тоже не мои? Мои, мои солнышки, мои лапочки, лапулечки, мои, мои. Но проверить все-таки нужно. Шпуньк. Папа уже совсем того. Если честно, я хочу, чтобы у нас был мальчик. Мне надоело на леске узелки разматывать и крючки складывать. А вы думаете, мне легко? Я, я сериалы эти ваши все смотрю сопливые. Да я вышивать научился. Я не могу душ нормально принять. Вот полчаса ищу свой шампунь среди этих ваших баночек, бутылочек. Пап, не переживай. Хочешь, Лера тебя порадует. Это все хорошо, Лерочка. Хорошо. Ну, ну, в семье нужен мальчик, кормилец. Ну, мне с кем-то нужно скидываться на 8 марта. Женька, давай договоримся так. Если в этот раз снова будет девочка, ну, мало ли, то я не буду в шестой раз беременеть в надежде, что родится мальчик. Почему? Потому что мне надоело это. У меня уже мозоли на руках от этих колясок. Я уже с закрытыми глазами могу подгузники менять. Я знаю, что в 8 серии в Смешариках Каркарыч сказал лосяшу. Что он сказал? Иди в садницу. Не мог Каркарыч такое сказать лосяшу. Это тебе. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я рискую и не пью, потому что грудью кормлю 10 лет. Поэтому она плоская. Вы засоли, мать. Хорошая. Хорошая. Ну вот видишь, мальчик. Ну да. Такой же лысенький, как и ты. Да. Толстенький, как и ты. Ну. Пипирка такая же. Ну да, 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 да. Ну если это не мой... Мы заберем. Так, все. Пожелай мне удачи, я пошла. Не забудь матью кнутся. Да иди ты... Береги слова, береги. И ложись на правый бок. Только бы мальчик, только бы мальчик, только бы мальчик. Пап, а я знаю, почему у тебя только одни девочки. Почему? Все дело в аисте. Он бракованный. Нужно его поменять. Да, если бы это было так легко. Нужно просто попросить у дяди Сережи. Ему аист... ...троих мальчиков принес. Не надо ничего просить у дяди Сережи. Видел я его аиста в бане. Максимум снегирь. Пап, а это правда, что ты хотел меня в роддоме на мальчика поменять? Ну что ты говоришь такое, солнышко? Я же знал, что никто не согласится. Я даже машину предлагал в придаче. Ой. Смотрите, мама возвращается. А, да-да-да-да-да. Ну что, скажи, мальчик, у нас мальчик, мальчик, мальчик. Ну скажи, мальчик, да? Хрен там. Там хрен! Там хрен! Мальчик, да? Мальчик, мальчик! Ну хрен же там! Ты так слушай, до конца! До конца! Конец, конец, конец. Мальчик, мальчик, да? Мальчик! Женечка, послушай меня внимательно. У нас будет девочка. Какая девочка? Ну какая девочка? Такая в юбочке, что ли, с такими бантиками, что ли, девочка, что ли? Да ладно, я пошутил. На самом деле у нас будет мальчик! Мальчик, мальчик! У кого? У кого девки? Поднимите руку! У кого девки? Ну у кого? У кого? А у меня пацан, понятно? Женя, Женя, я пошутила, у нас будет девочка. Да какая девочка? Нет, нет. Ну девочка и девочка. Я же свечки ставил. Ладно, пацан тебя будет! Мальчик! У кого пацаны? Пацаны, у кого? У кого пацаны? Дай пицюню! Дай пицюню, пацан! Девочка! Нет! Мальчик! Хватит! Хватит издеваться над моими чувствами. Скажи, кто? На самом деле, Женька, у нас будет... У нас будет... Двойня. Двойня? Девочка! Девочки побежали, у вас будет две сестренки! Девочка! 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 Яна! Ну вот как так можно было? Ну как можно было столько штрафов получить за превышение скорости? Я же тебе рассказывал, что по всему городу стоят камеры. Саша! Так там вот, вот это штрафы, это не только за превышение. Вот там есть и за ДТП, и за неправильную парковку, и за езду по клумбам. Да. Ты что, по клумбам ездила? Ну а как я могла на такой скорости остановиться перед этим кружком? Капец! И все это в один день! Блин, Яна, ты куда спешила вообще? Саша, ну я просто узнала, что в одном магазине женского белья такая акция есть классная. Короче, там покупаешь три позиции, и тебе дарят сертификат на тысячу гривен. Прикинь? Вот, сертификаты. Тут тысяч на пять. Саша, это штрафы. Ну в общем, сертификат я так и не получила. Ну, просто я ехала туда, и потом такая вспомнила, что я не взяла кошелек. Так что вот это я еду туда. Вот это я еду обратно за кошельком. А вот это я еду обратно туда. А это, это я ехала назад, чтобы показаться тебе в белье. А, я вижу. Езда задом по встречке. Отлично. Блин, и тут обед, да что ж такое-то, а? Саша, ну поехали тогда в другой банк. Не-не-не-не-не, Ян, мы никуда не поедем. Ты хочешь еще столько же штрафов наловить? Нет, я вообще у тебя машину забираю и покупаю тебе велосипед. Во! Саша, на велосипеде небезопасно ездить. Может машина сбить. Да ты-то откуда знаешь? Ну, там... Извините, здесь можно штраф за превышение скорости, а... Подождите, вы же велосипедист, вы с какой скоростью вообще ехали? Я ехал с нормальной скоростью по тротуару, и тут какая-то блондинка сбивает меня, представляете? И вот я пока летел, меня камера и зафиксировала. Вот. Семьдесят три километра в час. Не могла эта курица сбить меня на три километра медленнее. Как он меня называл? П-п-п-п-п-почему кушается? Работу потерял, клиенты обиделись. А, вы это, доставчик, пицца, суши, да? Нет, я свадебный оператор. А, и много сейчас свадебные операторы зарабатывают? Вот эти операторы гораздо больше зарабатывают. Ну да, согласен, согласен. А вы кем работаете? Я... Я меценат. Помогаю МВД, спа-салоном, магазинам нижнего белья. Ого! А жена, наверное, ваша не работает. Как не работает? Работает! Она у меня водитель, профессионал. Да. Ух ты! Я мою боюсь пускать за руль. А, между прочим, очень зря. По статистике, женщины намного аккуратнее ездят, чем мужчины. Ага. Вот она, статистика. Вот она вся. Это столько штрафов у нее? Да нет, вы что! Это фотосессия. Она, значит, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда мимо камеры моталась, ждала, пока фотка получится хорошая. Так получилось. Получилось. Там же знаки стоят. Предупредительные, что скоро камера. Какие знаки? Ну, на синем фоне старинный такой фотоаппарат. А, это фотоаппарат? Ну да, ты скворечник, скворечник. Не, ну я так думала, что скворечник. Вы хоть думали? А та курица даже не подумала остановиться, извиниться. Может, просто мозгов не хватило? Да я просто опаздывала. Да? Я предполагаю, что та тупая курица просто очень сильно опаздывала в один магазин нижнего женского белья. Кстати, очень хорошего. От лука, ого, эти все штрафы. От лука, ого. Кто последний? Батюшка, вы что, тоже скоростной режим нарушаете? Сын мой, у меня Bentley Continental Super Sports GT. Под капотом V12 Biturbo. Мне сам Бог велел. Ох, от лука, ого, это все. Хоть бери и добавляй еще одну заповедь в Библию. Какую? Не гони. Нету еще по-божески. Всего пять штрафов. А вот Пантелеймон, вот попал, так попал. Смотался из Киева на Ибицу. В Испанию? В Одессу. Прошвырнулся один. Там штрафов столько, что пришлось приход заложить в ломбард. Ох, от лукавого, это все. Вот раньше-то как было? Едешь, останавливает тебя гаишник. Ты исповедовал его душу заблудшую. Грехи отпустил, и он тебя отпустил. А сейчас эти ока Люцифера на каждом перекрестке. Ой. Да, да, это Никодим. Да, помню, светил ваш автомобиль вчера. Сгорела машина? Ну вы же выбрались? Ну вот, не благодарите. Бог подаст. Так, эту сим-карту мы выбрасываем. Батюшка, а я слышал, что сейчас специальная такая пленка на номера клеится, и все, камера в номера не фиксирует. Да клеил я это все, глупость. Разводняк. У меня Бентли Континенталь Супер Спорт с GT. Она одна в городе такая. Слушай, Саш, тогда мне тоже такую надо купить. Ты с ума сошла? Она 1200 стоит. 280 евро. А, не, я брала защитную пленку. А, в твоем случае, Яночка, защитная пленка это скотч, чтобы рот тебе заклеить, руки тебе замотать и ноги, чтобы ты близко к машине даже не подходила. Скажите, а вы не в курсе, может у них абонемент какой-то имеется, ну как в фитнес-клуб, ну чтобы ездить к ним постоянно, а то я пока сюда ехал один штраф оплачивать, еще четыре хватанул. Вот такой вот абонемент мне надо купить, только чтобы еще с бассейном было. Ну да, наша машина еще только в бассейне не бывала. Да так. Скажите, а вы сами что, не водите? Да, конечно, вожу, я профессионал, 25 лет за рулем. Сейчас временно, пока без прав. А что там? Да там вообще мелочь такая, ну просто капец. Ну проехал на красный, через двойную сплошную. Бабка эта еще так медленно шла, ну просто капец какой-то. Переход этот вообще непонятный. Отпустили бы, честно, если б не этот мент на капоте. Алло? Да, это Никодим. Господи, это же новая сим-карта. Да-да. Что? Порчу наслать? Да вы вообще понимаете, куда вы звоните? Я этим не занимаюсь. Уже год как? А на МВД порчу? Это можно. Это можно. Сейчас я вас запишу, вы в очереди будете... 666. Ой, ну надо же, как у меня номера на машине. До свидания. Ой-ой-ой-ой-ой. Извините, вы меня не пропустите, мне будет только один штрафик заплатить. Вот, Яночка, один штрафик, учись. Один штрафик всего. Да ты, матушка святая, ты сюда по воде шла? Ай, там, за неправильную парковку. Не женщина, мечта. А скажите, а сколько у вас там за эту неправильную парковку? 100 тысяч. Это куда же ты так припарковалась, дочь моя? В кортеж президента и припарковалась. Ой, ну не расстраивайся, на твоем месте мог быть любой из нас. Кортеж-то не маленький. И главное, ни одного велосипеда. Я то не против пропустить, но там в окошке никого пока. А, ну тогда я буду за вами, а пока быстренько в больничку к мужу сбегаю. А то он с ума сошел, когда про штраф узнал. Ой, бог помощь, бог помощь. День добрый. Здравствуйте. А вы все по старинке, да, очереди стоите в кассу, чтобы штрафы оплатить? Я вот, между прочим, скачал себе приложение, привязал кредитную карту. Как только штраф приходит, у меня сразу со счета деньги исписывается прям плин-плин-плин-плин. Если вы такой умный, так что же вы пришли в банк оплачивать-то? А я не штраф пришел оплачивать. Я за кредитом пришел. За два дня минус 50 тысяч на Плимкало. Кто крайний в кассу? Дедулечка, если вам коммуналочку оплатить, то можете без очереди идти, в принципе. Да нет, мне не коммуналку. Мне штраф за превышение оплатить надо. У меня таврия до 220 разогналась. Господи, это ж как эту адскую колесницу до 220. Сам не знаю, меня просто один придурок на тросе тянул. Забыл, наверное. Ладно, этого дурака фоткали. Я при чем тут? За мной будете, дедушка. Офиг тебе, придурка-кусок. Я за тобой уже был на тросе. Может, я просто денег дам и все? И денег дашь. Мне еще салон чистить. А вам, кстати, привет. Мне? От Архангела Михаила. А где вы с ним, так сказать, пересекались? Когда стрелка за 200 перевалила, он ко мне на пассажирское подсел. И говорит, не боись, Петрович, сегодня не твой день. Мы просто еще раз решили убедиться, что мы правильно делаем, что всех инженеров таврии в ад отправляем. Ой, правильно. Так ему и передайте. Да как я ему передам теперь? Да я вас обратно тащить буду там. Иди ты. Где это все оплачивать, а? Ого. Это у вас, наверное, тоже суперкар. Дайте угадаю. Мазерати Кватропорте? Нет. Порше Панамера ГТС Турбо? Нет. Ламборгини Диабло? Богдан Диабло. Маршрутка. Нам же теперь стоячих брать нельзя. Приходится ездить три раза быстрее. Но я им гадам отомщу. Я им все штрафы по копейке мелочью оплачу пришел. Вот на. Здравия желаю, кто крайний. Тебя, что ли, тоже штрафанули? Дожились. А я думал, у вас индульгенция, как у нас в налоговой. А нет, тут у меня такая ситуация прикрутилась. Ну, у меня же был свой бизнес маленький. Ну, вы знаете. А тут эти камеры на дорогах поставили. И все, весь бизнес поперилом вниз, так сказать, покатился. Правильно? Думаю, ну что делать? Что делать? Что делать? Прям три раза подумал. Думаю, возьму пистолет и шмалю в эту камеру. Надо же было четвертый раз подумать и сзади в нее стрелять. Тебя прямо перед ней встал такой. Мимо осечка, мимо осечка, мимо осечка. Попал! Попал! Ой, так попал. Ой, 30 фотографий мне моих показали, где я вот так с пистолетом стою. Ой, вот пришел оплатить штраф за порчу государственного имущества. Ой, вот так вот оно надо делать. Вот оно что, как вы, вот так вот. Вот оно что. Вы чего делаете? Да, если честно, я до сих пор думаю, что вся эта история с камерами – это сон. Сон какой-то. Просыпайся, давай. Ой, просыпайся. Да подождите вы. Не думал, конечно, что когда-нибудь вам такое скажу, но при вас было лучше. Спасибо. Вот у Янки, у моей, ни одного штрафа не было. Да, что и говорить, святые люди. Молитву прочитаешь и отпустят тебя. Ну да, тебя останавливают. Ты вот так вот сисе показала и отпускают. Да, да, помню вас, помню. Да что там говорить, просто мимо вас 250 пролетаешь, вы пока колымагу свою заведете, ты все уже дома? Вам-то на Мерсе, Теслах хорошо. Хабаря дали и отпустили. А нас на Тавриях и Жигулях эти казны никогда не пропускали. Всегда по полной штрафуют. Велосипеды вы вообще за транспорт не считали. Спасибо вам. Так, это что тут происходит? Маску быстро надели. Вы что, не слышали? Карантин. Социальная дистанция должна быть полтора метра. А если вот это все не будете слушать, то штраф 17 тысяч гривен. Вы как это вообще докажете, а? Так везде ж камеры. А, 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 аща! Правда. И вообще, можете расходиться, потому что у нас тут будет дезинфекция. Лида, наливай по 50 грамм санитайсера, а то бацильные пришли. Слушай, Женька, блин, как классно потусили на диско-чей прям всю ночь. Да, вот только, правда, спать охота уже. Ой, слушай, я реально до гостиницы не дойду. Так давай на лежаках поспим, заодно и займем. Ой, отлично, только я тебя прошу, пожалуйста, потише. Ну ты что, я мышкой вообще, послушаю, прибой, полежу. Вот такая красота. Толик! Толя, шо ты так долго, а? Шо я, я, Галя, я... Хочешь, как и вчера, стоя загорать, а? Не, не, не. Уже смотри, о, почти все лежаки заняли. Ну, Толик, а? Господи, ну не люди, а свиньи. Ни одного мусорника нет, а? Кругом семечками наплевано. Галь, так это ж ты вчера наплевала-то. Рот закрой. Потому что мусорников нигде нету. Правильно. Наплевано. Правильно. Мужчина! Мужчина, у вас тут свободно? Свободно, свободно. Чего орать-то? А шо-то я не поняла. А ты шо без маски? А вы чего без маски? А я первая спросила. Ой. И у бабы твоей сползла. Ну, куда ты ее на глаза-то натулила? Вот так вот надо. Ну. Женщина, боже, что происходит? Я вас спрашиваю, пожалуйста, пришли загарить. Вот лягте туда и, пожалуйста, и молчите. Не мешайте. Ты глянь на нее. Я за ее здоровье беспокоюсь, а она еще хамит. Хабалка! Ой. А ты шо без труселей загораешь, а? Толик, посмотри. Куда ты пялисься, Толик? У меня там, между прочим, стринги. Стринги свои надо труселями прикрывать. А не показывать всем подряд. Ого. Шо ты стоишь? Давай это свое покрывало. Давай здесь будем загорать, Толя. Женщина, вы можете вот не орать, а? Если я не буду орать, то Толик меня не услышит. У него со слухом проблемы. Да нет у меня проблем со слухом. Рот закрой, чтоб я тебя не слышала. Стели давай покрывало. Вас слышит не только Толик, но и вся Одесса. А ты шо, не привык, шо? Женщина кричит, значит, в постели ты не дорабатываешь. Да, Толик? Шо, ага, ты тоже не дорабатываешь. Так у меня объем работы другой. Я тебе еще раз говорю, одеяло стели давай. Женщина! О, господи, а! Шо ж ты напугал-то меня так, а? Ой, ты! Хух! Женщина, что вы творите? Ой, ну извините! Следите за своим тухисом! Я, по-моему, извинилась. Или не доходит до башки твоей тупой. Шо ты стоишь? Шо? Шо, шо? Давай это, пока никого народу на пляже не, сфотографируй меня красиво. Давай. 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 Шо бы вот так вот солнце было прям на ладошке. Давай. Ага, ага. Покажи. Вот, смотри. Шо ты сфотографировал, Толик? Шо? Почему у меня солнце под мышкой? Ты где видел волосатое солнце, а? Давай еще раз. Давай. В прыжке. Галь, не надо. Надо, Толя. Давай. Ну, покажи. Галя, я не успел. В смысле не успел? Я вообще на море приехал отдыхать. А не фитнесом тут заниматься с утра до ночи. Ну. Давай, надо, шо бы нас двоих сфотографировали. Кто же нас сфотографирует? Мужчина! Мужчина! А? А сфотографируйте нас вдвоем с Толиком, пожалуйста. Не хочу вас сфотографировать. Отстаньте, я спать хочу. Шо за народ пошел, а? Люди за тысячу километров приехали на море и не могут это сфотографироваться. Ну. Вот ты бы приехал бы ко мне, я бы тебе еще 50 грамм... Женя, я тебя умоляю, пожалуйста, сфотографируй ее, она же не успокоится. Мудрая у тебя женщина, хоть и дура. Толик, давай, как на свадьбе. Возьми меня на руки. Галь, ну это было 20 лет и 100 килограмм назад. У меня ж спина. Шо ты за дрыщ-то у меня такой? Ну. Ладно, давай я тебя. Давай. Мужчина. Мужчина! Фотографируйте. А, да. Покажите. Не, я тут моргнула, давайте еще. Так, покажите. Толик! Шо? Шо ты глаза-то выпучил, как тюлька на сковородке? Ты можешь улыбнуться, ну? Чтобы все потом понимали, как ты рад со мной приехать на море. Ага. Или ты не рад? Рад. Точно? Точно. Смотри у меня. Давайте еще раз в прыжке. Мужчина, давайте. Ага. В прыжке. В прыжке, давай. Готовы? Шо ты. Отлично. Ага, спасибо большое. Отдыхай. Ну шо? Ой. Ой. Это я на море. С Толиком. С тобой. Ага, да, ну да. А шо-то я не поняла. А где фотография, где я моргнула? Где? Мужчина! А вы шо, стерли фотографию, где я моргнула? Ну, вы сказали, она не получилась. И шо? На паспорт я тоже моргнула. Шо, надо было страницу вырывать, шо ли? Так ты же вырвала, Галя. Рот закрой свой, Толя. Вырвала она. Давайте, перефотографируйте нас. Мужчина! А? Ну, перефотографируйте. Я что, я не буду фоткать? Все, я спать хочу. Останьте. Ну, ладно, спите. Но как проснетесь, перефотографируйте. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Просто вы молчите, я думал, а вы не слышите. Ага. Толя, вот шо у тебя за рингтон такой дебильный, а? Так это твой телефон? Нормальный у меня рингтон, Толя. О, Светка звонит. Ага. Алло. Алло, Света. Алло, плохо слышно? Алло, а сейчас? Тоже плохо? Сейчас найду, подожди. Что-то сеть не ловит. Так слышишь? Нет? Ну-ка, подожди. А так? Алло. Слышишь? А, ну вот. Отгадай, где я. Да на каком мясокомбинате? Я на море, Света? Да. Ага. А ты где? В маршрутке едешь? А, ясно. А шо там у тебя все орут в маршрутке? А, недовольны, шо ты орёшь? Так скажи, шо им, шо бы они заткнулись. Да. А лучше высаживай всех нахрен. Шо значит не могу? Ты же водитель маршрутки. Давай, Света, высаживай. Ага. И на море к нам. Все, ждем. Толя. Скоро твоя моя любимая Света приедет. Ага. Господи, шо? Я пока с тобой тут прыгала, ключи из лифчика выпали от номера. Как? Галя, Галя, ты че? Да как-то вот так вот. Господи, шо ты стоишь? Ищи давай, стоишь, ищу. Господи, как мы в номер-то попадем? Может здесь? Нет. Господи, может здесь? Ага. Ой. Ой, тут нету. А вы мужчину не видели, где он был? Может где-то здесь? Ага. Господи, что вы делаете? Толя, куда ты вылупился? Ключи ищи давай. Нашел. В сумке были. Ой, господи, слава богу, в сумке, а. Фух. Женщины, вы с ума что ли сошли, что ли, а? Ой. Сумасшедшая какая-то. Толик. А? А шо ты молчишь? Шо? У нас же арбуз есть. Мужчина, будете арбуз? Арбуз, говорю, будете? Мужчина, арбуз будете? Арбуз, говорю, будете? Какой арбуз? Херсонский. Херсонский? Херсонский. Херсонский? Херсонский. А я думаю, что я выспаться-то не могу? А у вас арбуза Херсонский есть. Женщина, вы можете тихонечко посидеть на пляже? И не орать здесь. Я поспать хочу немножко. А, вы проснулись, перефотографируйте тогда, вы обещали. Давай. Давай. На. 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 Вот открой. На. Отличная улыбка, звезда. Господи. Шо с утра все такие нервные, а? Шо с вами к вечеру будет? Галюсь, Галчонок, это, жарко, жарко, может, я пивка возьму? Да ты шо, господи, Толя, ну какого пивка, а? Ты же знаешь, меня с одной банки так развезешь, что я усну. Меня и пушкой не разбудишь. Ну да, да. У нас есть, мы угощаем. Ой, да ну шо-то неудобно как-то. Берите, берите, чешская. Ага. Ой, ну спасибо, дай вам бог здоровья. И дай вам благодарю. Женщина, дай вам Бог здоровья. Кукуруза, сладенькая кукуруза. Я буду кукурузу. Толик, возьми пять штук. Ты, кстати, будешь? Да. Тогда шесть. Спасибо. И лимонад с трубочкой. Беру, да. Вставай. На, на, кушай. Спасибо. Женщина! Господи, а! Да что за народ-то такой, а? Напугали-то как, а? Аж кукуруза раньше времени стрельбанула. Вы можете не чавкать? Да, пожалуйста. Спасибо. Не шорвать! Не шорвайте! Ты смотри на них, а. На отдыхе столько ограничений. Ну, учтите сразу, кукурузу контролировать я не смогу. Ага. А-а-а! Это Толик. Извините. Слышь, что это? Все, проветрим чуть. Халюсик. Скучно, что-то. Может, я в это, в автоматы пойду? Я тебе дам автоматы, а! Я сама тебя сейчас развлеку. Давай. Сейчас спрячу. В какой руке? В этой. А что, в этой? Вот ты любопытный, а. Не, ну так веселее, конечно. Что ты ржешь? Время сколько? Сколько? Семь. Семь. Толик, семь. Это завтрак начался, Толик. Ты понимаешь? Ага. Сейчас проснутся все эти голодные набегут. По пять тарелок наберут. Ага. Давай, что ты? Судочек взял? Конечно взял. Молодец. Взял, все взял, все взял. Толя, ты больной? Что? Я тебя просила большой взять. Халюсик, мы же в большом купаемся. Толя, быстро за большим и в столовую. Давай, бегом. Толя, быстрее за большим судочком. Давай. Иду, иду. Слава богу, ушли. Слава богу, ушли. Дети, занимайте лежаки. Вон дети. Да, 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 вот эти. Ага. Мои маленькие, мои хорошенькие. Папа, я хочу сладкую вату. Нельзя каждый день кушать сладкую вату. Папа, я хочу в аквапарк на горке. Я не могу у вас каждый день возить в аквапарк. Хочу сладкую вату. На горке. Садкую вату. На горке. Папа, я хочу в аквапарк. Дизель-шоу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы шо, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее. Ещё красивее, Яна. Тебе красоты уже вложено на Гелендваген. Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться. Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, 12 гривен. Кардинальное изменение. Можешь один день вот так носить, второй день вот так. Вот разные цвета, разное настроение. Ты всегда классная. Ну? Ну, Егор, ну я серьёзно. Серьёзно? Окей, Гугл, Паранжа, купить Киев. Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Ну, 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 уродина. Ну не на 50 же тысяч, ё-моё. Я всё понимаю, конечно, но на 50 тысяч просто много чего полезного можно купить. Можно, например, над Киевом полетать на вертолёте 4 раза. Можно в казино сходить, ну, правда, один раз. Можно по Киевскому парку без маски прогуляться 3 раза. Ладно, ладно, рассказывай, что ты там уже хочешь. Вот я небольшой списочек составила. Значит так, я хочу сделать себе губы. А эти что, уже всё? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну, у меня просто нет губ. Нет губ? А вот это вот, что такое? Что это такое? Нет, ну, ну, это обычные губы. А я хочу губы, как у Ленки. У Ленки губы, как у перепуганного лося. Ну, правильно. Потому что она дурочка. Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой. А Ленка жабиха пошла в обычный салон и уколола там коллаген. А он расплылся по всем губам, и всё, она уже месяц разговаривать не может. Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука. Главное, что? Главное, со мной на охоту тебе не ходить, потому что, ну, и у Петровича сейчас со зрением не очень. Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнёт. Нет, ну, слушай, ну, гиалуроновая кислота намного лучше. И тем более через две недельки мы сможем с тобой целоваться. Ты что, я не смогу вытерпеть две недели. Давай я лучше тебе пчёлку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную. Они тебя покусают, ты придёшь к подружкам и скажешь, я красивая. Нет, ну, слушай, ну, пчелами я не хочу. Ну, тем более это больно. А вот гиалуроновая кислота, можно её хватить на два месяца. А потом что? Всё, отпадут? Нет, ну, потом повторная процедура. А повторная сколько стоит? Столько же. Янка, у меня только твой бампер обойдётся дороже, чем вся морда на мой Х5. Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо. Кстати, об этом. Я хочу выщипать брови. А что с бровями не так? Я не понял. Ты что, проспорила? Нет. Ты хочешь прийти и сказать, а у нас тут радиация? Нет, Егорушка, они просто слишком густые. Да? Угу. А, да, точно, вон подосиновики, подберёзовики. У, ёжик яблочко понёс. Ну, я серьёзно, просто, ну, блин, ну, с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну, ты представляешь себя без бровей вообще? Так я не буду без бровей. Я их нарисую. То есть, эти ты уберёшь, а новые нарисуешь. Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство, давай я тебе подарю разукрашку, краски, ты будешь себе рисовать брови, усики, пресс, можешь хоть дорожку к тёще нарисовать, пожалуйста. Блин, Егор, ну я не просто нарисую, я сделаю татуаж, чтобы он подчеркнул мои красивые глаза, что все говорили, как муж меня любит. Давай я тебе фингал поставлю. Люди посмотрят и скажут, смотрите, как муж её любит. Бьёт, значит, любит. Кстати, по поводу глаз. Я хочу себе линзы цветные, красные. Господи. Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим, а там новые нарисуем. Эй, я вообще пошутил, алё. Слушай, но красные глаза, это же так сексуально. Яна, если я в потёмках увижу тебя с красными глазами, ещё и без бровей, я обосрусь. У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой. Я буду тебя вот так вот видеть, всё, бомболюк будет открываться, и капец, какой секс, ты что? Ну можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи. Блин, ну Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлинённые реснички. Ну у тебя нормальные среднестатистические ресницы. А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили, о боже, какие у неё удлинённые реснички. И шо? Егор, ты не понимаешь. Я так сразу и сказал. Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике, её так не видно. Ах, на копчике. Так может, если её не видно, может, её оставить в покое? Пускай она живёт своей родинковой жизнью. Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать. Нет, ну смотри, ну просто, когда я фотографирую попу, я вот вижу эту родинку, и она меня смущает. А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела. А эта родинка меня бесит. А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна. Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них стопеньки? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы. Ты же завивку позавчера сделала. Егор, новые губы, новая прическа. Слушай, давай тебе закажем пересадку головы и все проблемы решатся. Я опять пошутил. Ты чего? Можно хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка. Ты знаешь, это такой аппаратик. Его вот так водят по лицу, и он высасывает грязь из пор. Вон, пылесос новый купил. 2000 ватт. Бери, высасывай, что хочешь. Заодно губы и увеличишь. Сам себе что-то увеличь? Он не увеличивает, я пробовал. Жаль. Ладно, ладно, давай посмотрим. Что там у тебя еще? Змеиный массаж. Что, твоя мама возвращается из трусковца? Нет, ну это реально и змейки такие маленькие. Их на спинку кладут, и они так делают массажик. Так назвали это встреча твоих подружек, и все. Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за тысячу гривен. Да, да. Зачем тебе за тысячу гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит. И еще хочу делать омоложение кожи. Яна, давай тебе закажем перетяжку кожи. Смотри. За 2000 диван сделали, стоит как новенький. Мне иногда кажется, что он улыбается. Ну можно хотя бы, ну хотя бы фиш-пилинг лица, можно? Что такое фиш-пилинг? Это фиш-маком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь, и маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу. Давай я тебя возьму с собой на рыбалку, ты опустишь голову в речку, а раки тебя заодно и подстригут. Ну? Ну можно хотя бы я пирсинг на сосочки сделаю. Что? Это еще тебе зачем? Ну короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно. Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки. Яна. А? Да? Ты такая у меня классная. С тобой можно сходить на рыбалку, даже не выходя из дома. Это как? Берешь твою селфи-палку, вот так вот, на нее крючок сосочка, потом оп, закинул, вытаскиваешь, а у тебя ж губы как у перепуганного леща. Поймал леща, поцеловал, отпустил, поймал, поцеловал, отпустил. Класс! Привет, соседи! Здорово. Здорово, Егорчик. Ян, слушай, я тут хочу омолодиться. Дай два яйца. Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну конечно же куриные. А тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать. Я с глиной размешаю, на лицо положу, а оно, конечно, повоняет немножечко, но через три часа я прям принцесса. Янка, смотри, какая у тебя классная подруга. Пять гривен, и ты принцесса. Вика, оставайся у нас жить. Янка, собирай вещи. Да шучу я, Господи, люблю тебя, люблю тебя. Да, Вики! ДИЗЕЙ ШОУ ДИЗЕЙ ШОУ